Сегодня я попытаюсь разгадать один секрет в Брукхевен, который я никогда просто не видел. Вы, к слову, тоже могли его не замечать, поэтому досмотрите это видео обязательно до конца, потому что расследование будет просто офигенным. Не забывайте подписываться на мой инстаграм и вступать в мой сервер в дискорде. Там вы сможете пообщаться со мной и узнать меня поближе. Итак, ребята, я хочу начать с того, что есть в Брукхевен секреты, которые уже, в принципе, ты не поймешь. Они новые, либо они старые. Поэтому я не знаю, когда появился этот секрет. Может быть, он был очень давно, его никто не видел. А может быть, он добавился как раз-таки с новым обновлением. Но благодаря этому секрету мы можем с вами, наконец-то, на некоторые вопросы получить ответы. Ну что ж, давайте не будем тянуть, а поедем туда. Конечно же, возьмем самую лучшую машину, которая здесь есть. Самое крутое средство передвижения, которое есть в Брукхевен. И это, конечно же, все знают. И мы с вами двигаемся... Как вы думаете, куда? Мы с вами двигаемся в церковь. Потому что там есть кое-что секретное. И да, будет не то, о чем вы подумали. Будет совершенно не то, о чем вы подумали. Будет вообще другое, я вам отвечаю. Итак, заходим сюда. Тут у нас есть вот такая вот могилка. Могилка? Это гроб все-таки, да? Иногда, когда вы заходите, его нет. Здесь вот так вот пусто. Тут у нас якобы свадьбу играют. Если вы зашли, его здесь нет. Просто нажимаете на фьюнералс, и он появляется. И тут, что мы делаем? Мы запрыгиваем с вами вот сюда. Да, здесь можно лечь. Можно почувствовать себя в роли мертвеца. Офигенно. Всем советую. Итак, ну конечно же нет, это шутка. Смотрите, что мы делаем. Приближаем вот таким вот образом камеру. И здесь нас ждет, ребята, вот такая вот секретная фотография. Вы представляете, если мы вот так чуть-чуть отодвинемся, посмотрите на эту фотографию. Вы знаете, узнаете этого человека вообще или нет? Если честно, я первый раз его вижу. Но он тут есть. И я предлагаю прямо сейчас расследовать, кто это такой и что это за фотография. Возле него есть карета и лошадь. Это значит, что мы с вами должны отправиться в конюшню. И там мы сможем с вами разгадать, ну может быть найти какие-то ответы на наш вопрос о том, кто же это такой, что же это за человек. У меня есть предположение, что это разложившийся Робби. И в честь его назвали заправку. Но, возможно, это абсолютно другой человек. Поэтому, ну как ни крути, нам придется с вами это разузнать. Поэтому садимся в нашу надежную машину и едем на стойло, которое находится вон здесь. Видите, там написано стойло. А пока мы едем, ребята, вы можете написать в комментариях, как вы думаете, когда появился этот секрет. Появился ли он до обновлений, которые у нас вышли недавно в этом месяце. Либо он вот появился абсолютно недавно. Итак, мы приезжаем с вами на кладбище. Зачем мы на кладбище приехали? Нам на кладбище пока не надо. Едем с вами. Мы уже подъезжаем с вами к стойлам. Подождите. Раз мы расследуем человека, который был на лошади, давайте мы тоже с вами поездим на лошади. Так, давайте назовем нашу лошадь. Как ее можно назвать? Я не знаю. Напишите в комментариях, ребята, как можно лошадь назвать. Но первое, что мне приходит в голову, это лошадь Светлана. Что? Лана? Не-не-не, не подходит, ребята. Лолита давайте. Все, это у нас, это у нас будет лошадь Лолита. Все, лошадь Лолита? Замечательно. Так, теперь мы приезжаем сюда. Блин, темно, еще ничего не видно. Что у нас может быть здесь такого? Вот мне интересно. Ты что, хочешь, чтобы я что-то купил или что? Я не собираюсь вообще-то деньги тратить. Мы с вами появляемся здесь. И давайте посмотрим, что у нас здесь. Найдем ли мы с вами какую-нибудь подсказку о том, кто же это такой? Может быть, мы где-то найдем записку от его имени, либо еще что-то. Потому что я не знаю, куда он вообще делся, как его зовут, где он жил и так далее. Так, ну тут пусто. Я тут ничего не вижу. Можно тут открыть что-то? Да, можно открыть. Ладно. Лолита, поехали. Так, может быть, здесь что-то есть? Но тут я тоже ничего не вижу. Черт, на самом деле обидно. Обидно. Я хотел найти что-нибудь интересное, что-нибудь хорошее, но на самом деле я ничего и не нахожу. Так, давайте пойдем туда. Может быть, у нас недалеко есть амбар. Может быть, там что-то? Если он работал в конюшне, если у него есть лошадь, может быть, он жил недалеко от нее? Так, ну здесь, если честно, я особо ничего не исследовал. Ну, давайте попробуем наверх залезть. Наверху, может быть, что-то есть. Черт, Лолита, ты видишь там что-то? Нет? Я тоже ничего не вижу. Но нет, и здесь нет. Черт, кто же это такой? Получается то, что на ранчо и на вот этой конюшне мы с вами ничего полезного не найдем. Блин, и кто это тогда такой? Что это за дед? Где он жил? Как его зовут? Ребят, у вас есть какие-то догадки? Напишите в комментариях. Потому что, если честно, у меня даже абсолютно никаких, ребята, вариантов нет о том, кто это. Я первый раз его вижу, серьезно. Я первый раз вижу эту фотографию. Но можно сделать вывод. Если эта фотография у нас старая, то, возможно, он умер давным-давно. Может же быть такое? Конечно, может. Но на самом деле у меня действительно подозрение, что это мог быть Робби. Его зовут Робби, потому что единственное имя, которое мы здесь имеем с вами, это Робби, которое вот у нас на заправке написано. Может быть, это он и есть. Так, а что я с лошади-то спрыгнул? Окей, давайте, раз мы в конюшне с вами ничего не нашли, я предлагаю с вами отправиться на кладбище. Если этот человек умер, возможно, какая-то из могил нам подскажет о том, где нам хотя бы искать. И кто это вообще за человек был. Поэтому я считаю, что мы обязаны просто это сделать. По-другому быть не может. И нам повезло, что кладбище находится недалеко от конюшни, как иронично, кстати. Так, ну давайте спустимся и посмотрим, что у нас здесь. Какие у нас есть могилы. Так, тут у нас что-то про гейм-девелопера. Тут ты будешь следующим. Черт, я перепугался. Так, мы это уже с вами проходили. Мы эти все секреты знаем. Итак, у нас, смотрите, есть два потенциального надгробия, на которых что-то написано. Здесь у нас написано, я разложился. Или я... Да, я разложился. А это у нас написано, я тебе говорил, я был больной. И также у нас есть, ребята, могила, которую еще не зарыли. То есть ее откопали для кого-то, но человек не умер, либо что-то с ним случилось. Странно, возможно, что-то с этим человеком на фотографии и могло случиться. Если, к примеру, люди думали, что он умер, ему вырыли эту яму, но он куда-то пропал. Как вы думаете, возможно ли действительно что-то с ним случилось? Возможно ли эта могила действительно принадлежала ему? Она была подготовлена специально для него. А тут уже становится намного интереснее, я вам скажу, ребята мои. Я думал, что кладбище мне подскажет что-то, но наоборот, меня еще больше запутало. Окей, двигаемся тогда дальше, ребята. Я хочу разгадать, что же это такое. Странно, что же нам делать? Куда нам теперь идти? Я, если честно, понятия не имею. Давайте мы с вами вернемся сейчас в церковь и посмотрим на эту фотографию более детально. Может быть, мы с вами что-то упустили. И благодаря этому мы сможем на шаг приблизиться к разгадке этой тайны. Блин, мне на самом деле очень интересно, что же это такой за человек. Итак, мы подъехали. Давайте зайдем сюда и прыгнем. Итак, приближаем и смотрим на эту фотографию. Так, что у нас здесь есть? Давайте изучим более тайн. У нас есть этот человек, без опознавательных знаков абсолютно. У нас есть вот такая вот карета, которую, к слову, в Брукхейвен нет. Есть вот такая вот лошадь и какой-то дом. Стоп, минуточку. Ребята, этот дом очень сильно похож на дом, который у нас заброшен. На дом, который у нас находится за городом. Как вы думаете? Он действительно похож. Ребята, это тот самый дом. Получается, мы с вами нашли... Офигеть, я в шоке. Мы с вами нашли хозяина этого дома. Офигеть. Я просто в шоке. Окей. Ладно, я предлагаю прямо сейчас с вами туда отправиться. Отправиться к этому дому и посмотреть. По-любому мы сможем найти с вами какую-то подсказку. Этот дом реально тот самый. Этот дом реально тот самый. Офигеть. Ладно, садимся и поехали. Ё-моё, ребята, я просто в шоке. Вот напишите в комментариях, вы в шоке? Я не думал, что мы сможем разгадать хотя бы одну загадку. Мы с вами разгадали секрет этого дома. Мы разгадали, что же это за заброшенное здание, которое находится за Брукхэйвен. Оказывается, всё не так уж и плохо. Но у нас остаётся самая главная загадка. Кто этот человек и что с ним случилось? На самом деле, очень и очень странно. Он точно не полицейский. Он точно не работал в ФБР. Если это фотография старая, возможно, он может быть какой-то родитель. Может быть, он отец кого-то. Кто знает. Окей, мы с вами сюда приехали. Давайте достанем с вами фонарь. И посмотрим, что же мы здесь можем с вами откопать. Да, это действительно тот самый дом. Точно такой же, как и на фотографии. Тут у нас стояла лошадь. Здесь у нас стояла карета. Интересно, а где эта карета? Мы сможем её найти или нет? Хорошо, заходим внутрь. И, возможно, мы с вами сможем посмотреть, найти здесь какие-нибудь подсказки к этому человеку. И узнать, кто он. И мы знаем, что он здесь жил. То есть здесь всё выглядело абсолютно по-другому. И потому что на фотографии дом вроде как не был разрушен. Внутри, ребята, всё как в обычном доме. Но я тут абсолютно ничего не вижу. Никакой подсказки. Что же это может быть? Крыша обламана. Но у нас горит с вами свет. У нас горит свет. Это значит, что... Подождите. Неужто он призрак? И этот свет горит здесь всегда? Очень странно. Получается, этот дом до сих пор каким-то образом хоронит его дух? А может быть, он вообще не умер? Ребята, мне нужна ваша помощь. Пишите в комментариях, как вы думаете, кто он такой и что с ним случилось. Мы должны разгадать с вами эту загадку в Брукхевен.